Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТВН! С вами пастор Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами будем раскрывать новую тему. Эта тема мы будем говорить о царственном священстве, о том, что мы, как цари и священники Богу, Бог отделил нас для особой миссии, и мы хотим для вас раскрыть эту тему для того, чтобы мы осознавали, насколько важный призыв, насколько важная миссия Бог доверил нам. Во царственное священство – это такой большой и, можно сказать, значимый, наверное, титул для человека. Как это мы в нашем представлении, что царственным человеком или священником может быть только избранные какие-то отдельные люди, а остальные – это просто народ. Но интересно, в глазах Бога совсем наоборот. Господь, Он говорит, я хочу себе избрать такой народ из людей, простых людей, из каждого человека, из каждого народа, как Олена, и хочу сделать этот народ, чтобы он имел особый удел – назвать их святыми и сделать их священниками Богу, чтобы мы могли служить Ему. Дорогие друзья, это большая честь и привилегия. Поэтому каждому человеку, верующему, если вы верите в Бога, предстоит это понимание, предстоит этот, ну как сказать, перед нами взгляд, как Господь смотрит. Он действительно хочет, чтобы, когда мы приходим к Богу, мы как рождаемся младенцы, новые для Бога, но Господь хочет, чтобы мы, как младенцы духовные, так же, как и на физическом уровне, мы могли возрасти во спасение. Поэтому Господь приготовил на этом пути веры много прекрасного, для того, чтобы мы могли достигнуть царского достоинства. Ну, царского не так может быть, как мы привыкли. Вот царь сидит на троне, там, с таким жезлом, там, вот, только приказы какие-то дает. Вот, может быть, у нас даже искаженные понятия есть, как царь царствует, может быть, и в связи с этой информацией, которую мы получили, что царь, может, злоупотреблял своей властью. Но, дорогие друзья, мы сегодня будем говорить в свете Слова Божьего, как Господь видит, какими царями Он нас видит. Я думаю, эта тема вас особенно заинтересовала уже. Да, и действительно, мы видим, насколько важно нам понимать вот тот титул, можно сказать, на который нас Бог возводит. И посмотреть священники. Священники-то действительно имели особую миссию. Они были до пришествия Иисуса Христа. Они занимали позицию, которую, как бы, посредники. И мы понимаем, что Иисус Христос сделался нашим посредником. Но Он нас ввел тоже в людей. Когда мы познаем Бога, мы приходим к Иисусу Христу, и Он нас примиряет с Богом, то мы, можно сказать, входим, отождествляясь с Ним, с Его сущностью, с новым творением, с новым вот такой уже безгрешной, можно сказать, сущностью, мы становимся продолжением Его, продолжением Его миссии. И мы начинаем быть этими заступниками и, можно сказать, примирителями. Почему? Потому что мы... Написано действительно, что мы посланники от имени Христова. И мы просим примириться с Богом людей, просим тех, которые не знают. А, соответственно, мы должны продолжать и понимать, что мы должны видеть себя в этой позиции. Это очень важно. Да, абсолютно. Поэтому, дорогие друзья, напишите нам и позвоните. Мы будем очень рады общаться с вами и слышать от вас добрые отзывы. И мы готовы молиться за вас. Также у нас есть люди, которые молятся, чтобы действительно вы также и мы все вместе могли достигнуть той позиции, того совершенства, которое Бог имеет для нас – быть царственным священством. После короткой паузы мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Мы сегодня продолжаем тему «Царственное священство». Как важно понимать позицию. И эта позиция действительно очень, можно сказать, достойная. Понимать, что, когда мы понимаем, что эта позиция не маловажная, то мы начинаем серьезнее относиться к этому. Потому что люди иногда думают, да, только спастись. Мы спаслись, и слава Богу, что я познал путь спасения. Но, дорогие друзья, это настолько эгоистичный подход, когда мы познаем Бога, а Он является самой любовью, а любовь, она вообще ничего не имеет общего с эгоизмом. Поймите, что когда люди ссорятся, начинают, знаете, доказывать, кто виноват или что в каких-то взаимоотношениях, это говорит о том, что у людей не хватает любви. Это мирская любовь. Это даже не трудно назвать любовь. Это похоть, может быть, или люди нравились друг другу. Но любовь, она, написано, не завидует, не гордится, не ищет своего. Понимаете? Не раздражается. Вот когда мы ищем свое, мы ищем свое, что мы получили. Мы получили от Бога примирение, и нас уже не волнует, что вокруг происходит. Нет, Бог настолько любит мир, возлюбил мир, что Он отдал самое дорогое. Самое дорогое то, что было Его сердцу. Единственного Сына, которого Он так любил, Он отдал, чтобы нам дать доступ к Нему. И если мы не понимаем этого, что мы, будучи примирившись с Богом, мы должны нести ту миссию, которую Иисус Христос воплотил в себе, быть им примирителем. Ва, действительно, о чем пастор Галина сейчас только делилась, что Господь возлюбил нас. Как Он возлюбил? Он так возлюбил, мы в Слове Божьем читаем, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий человек, каждый человек, включая каждого человека, не погиб, но имел жизнь вечную. И воистину мы читаем в Писании, что от Иисуса Христа, который есть первенец и начаток всего, и конец всему, действительно, Он является центром нашего спасения, нашей любви. И от Него мы, что, принимаем ту благодать, или сказать, то священство. В Откровении написано, что и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, «И владыка царей земных, Ему возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Дорогие друзья, Иисус Христос, Сын Божий, имея то полномочие от Отца Небесного, Он помазывает нас на это священство быть в особом уделе, чтобы мы могли совершать священное действие. И что интересно, апостол Петр, он и пишет, что чтобы мы могли возрасти. Мы знаем, что человек, который рождается даже в царской семье, в любой семье, он становится потом наследником. Но чтобы наследство это могло уже перейти в полной мере, и он владел бы этим наследством и управлял, ему нужно возрасти. Поэтому апостол Петр, имея откровение от Духа Божьего, он и пишет, он говорит, отложите все то, что вам мешает возрасту. Мы все знаем, что есть враги на пути нашего возрастания. Вот в физическом мире, если мы будем неправильно питаться, неправильно одеваться и так дальше, мы можем что-то исказить, повредить своей природе, своей форме, своему развитию. В духовном смысле, точно чтобы достигнуть этого титула царственного священства, дорогие друзья, Петр пишет. «Итак, отложите всякую злобу, всякое коварство и лисимерие, и зависть, и всякое злоречие». То есть этот список можно продолжать. Все то, что мешает стать царственным священством, мы должны отложить. Если это у нас будет присутствовать, какие же мы цари будем? Мы будем теми царями, может, которые угнетают, тиранами, но Господь хочет, чтобы мы были царственным священством, которые представляли бы Иисуса Христа, любящего, милующего, прощающего. Да, дорогие друзья, и это так оно и есть на самом деле. Поэтому, что он говорит? Для чего? Чтобы мы могли возлюбить чистое словесное молоко. Именно Слово Божие, оно поможет нам возрасти во спасение и прийти в то призвание, которое Бог имеет для каждого верующего. У вас вопросы возникают, я знаю. Вы скажете, может быть, это особенным людям каким-то. Да, дорогие друзья, это только особенным людям, я хочу вам сказать. Вы являетесь особенным человеком в глазах Бога. Такого человека, такого, как вы, нету. Вы очень уникальны. И Бог именно так и рассматривает. Видит вас, как в своем народе. Потому что, если вы приняли уже Его, сделали первый шаг навстречу Ему, Господь заботится. И тем более, если вы сказали, что Иисус уже ваш Господь, Он ваш Господин, это так замечательно. Теперь вы с Ним продолжаете путь веры, возрастания в Боге. Это так замечательно. Дорогие друзья, напишите и позвоните, что вы желаете возрастать, чтобы достигнуть царского достоинства, царского положения, чтобы вы могли производить или приносить это послание царства Божьего на эту землю. Мы вернемся сейчас. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем эту тему, которая благословит вас, если вы осознаете, насколько важно продолжить ту миссию. Потому что, если вы несерьезно отнесетесь к тому посланию, которое Бог нам оставил во Христе Иисусе, Он оставил действительно, чтобы ту славу, которую ты дал мне, Он молился, я даю им, не просто, знаете, чтобы прославили нас. Мы такие уже, вот, мы такие цари-священники, мы искупленные, мы Божьи представители. Он в славе имел в виду и миссию. В позиции она всегда идет миссия. Некоторые люди, знаете, думают, что «Ой, как хорошо быть начальником». Они понимают, что начальник несет много ответственности за тех людей, которые под ним. Точно так, как в семье женщины думают, «Ой, что мне, получается, мне подчиняться надо мужу». А она не понимает, что ты подчиняешься ему только потому, что он несет ответственность за тебя. И часто печально, когда, не просто даже печально, а неприятно, когда мужчина командовать, он герой. А как ответственность брать, так он в кусты и сразу, он как будто бы ни при чем. Тут это не я. Понимаете, вот тогда трудно подчиняться. Вот когда мы понимаем, что с ответственностью, с ответственностью и позиция дается нам, и оно безраздельно, понимаете. Власть и ответственность, оно идет, можно сказать, как две рельсы. Невозможно одно без другого. И когда мы тоже берем ответственность, а нам власти не дали, ну какая же это ответственность, если у меня нет той позиции, чтобы я ее могла исполнить. Понимаете, это вот пришел человек и начинает управлять на заводе, а они смотрят на него, а кто ты такой? Понимаете? Вот мы должны это понимать. Действительно, Господь говорит своим детям, которые уверовали, тем, которые уверовали в Него, в Иисуса Христа, в Царя Царей, который является князем Царства, и где мы как царственное священство. Он сказал, что, Господь говорит в своем слове, что не те, которые от плоти родились, но от Духа Божьего родились. И Господь, Он дает нам эту власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Вот как раз здесь и дается от Бога власть верующему человеку. Каждому. Быть ребенком Божьим. Да, это один шаг. И о чем мы говорили, Петр пишет, чтобы мы уже возрастали во спасение. И Павел тоже пишет, все пророки об этом пишут, апостолы. Чтобы мы поспешили к совершенству, чтобы мы оставляли начатки учения, поспешали, чтобы пришли в мужа совершенного. Все имеет развитие. Поэтому Господь хочет, чтобы мы достигали этого зрелости и входили в свою миссию благословения, как царского священства. Дорогие друзья, Господь дает власть. Он что сказал? Вы не отлучайтесь от Иерусалима, но жжите обещанного, доколе не облечетесь силою свыше. То есть нам нужно наполняться Духом Святым силою свыше. И говорит, вы будете мне свидетелями. И он говорит, он как сказал своим ученикам, и сегодня он говорит, я даю вам всякую власть, наступать на всю вражу силу, и ничто не повредит вам. Это большая честь, дорогие друзья. Поэтому приняли ли вы этот вызов, приняли ли вы эту миссию благословения, как царственное священство, вы народ особенный, народ Божий, имеете особенный удел. Это не просто, что мы называемся верующими, ходим в какое-то религиозное заведение, в церковь, в храм, и вот отбыли воскресенье или в какой день, вернулись назад и на об этом. И на этом все. Дорогие друзья, Господь называет каждого верующего человека. Он хочет, чтобы мы поверили в это, чтобы мы представляли. Вот представьте себе, приходит врач, он одетый в определенной форме, все понимают, что это врач пришел. Дорогие друзья, нам не обязательно, может быть, каждый уже может выбрать себе, что ему нужно. Крес одевает, да. Как одевать, какие одежды. Но на самом деле Господь дает эти одежды нам священные, чтобы мы, люди, могли узнавать нас, даже не по словам, но вообще, когда мы только являемся куда-то. Поэтому, дорогие друзья, это так очень важно. Мы продолжим после короткого перерыва эту замечательную тему. Но напишите и позвоните, что вы желаете возрастать во спасение, чтобы достигнуть именно этого положения, быть царственным священством и священно действовать во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем эту тему, когда мы видим, насколько важно, что мы цари и священники. И хочу показать, откуда вообще эта миссия появилась. Это когда Бог заключил завет с Авраамом, Он ему обещал, что от Тебя произведу народ великий и сильный, и в нем благословятся все народы земли. И вот это величие – это уже удел Божьего народа. Это уже удел того человека, который с Богом заключает завет, который отделяет себя от мира сего. И вот эта часть взросления, о чем мы говорили уже, взрослости человека, который был младенцем, вот он родился в семью, а потом он возрастает. И, можно сказать, наш возраст – это своего рода осознание, вот этого отделения тоже, что мы уже не просто, знаете, вот дети, вот в детском саду все дети. Но, да, это дети, но когда взрослеет ребенок, он понимает, с какой я семьи, я не просто от мира сего, я не просто как бы вот общество, как, можно сказать, даже коммунизм, понимаете, нас загоняли, что мы вот все общее, что мы – это общая масса. И вот фактически Бог выделяет свой народ, дая действительно это имя, отделяя, даже каждому имя оно, можно сказать, показывало предназначение, это сфокусировало именно человека на его индивидуальности. Понимаете, вот смысл? Потом, действительно, отождествление со своей семьей, понимание, ну и конкретно миссия, что я благословен не для того, чтобы просто получить благословение. Я спасен не просто для того, чтобы я был спасен, для того, чтобы я продолжил спасать людей, продолжил. Это миссия спасения и благословения. Знаете, я думаю, что самое большое благословение не только, как люди думают, вот, во всем я успешен, хорошо покушал, хорошо оделся, хорошая машина, хороший дом, кажется, и здоровенький. Вот это все, мне, дорогие друзья, фактически самое большое благословение. Это даже не все вот это включаемое, хотя это тоже хорошо, но это не самое важное. Почему? Потому что спасение, вечная жизнь, это вот что самое важное. Не важно, во что вы одеты, в что вы покушали, но если над вами нависает вот эта угроза вечных мучений в аду, я вам скажу, что вот все, что вы имеете, плюс, кажется, в миру это плотское, оно ничто по сравнению с той вечной мукой, которой человек будет потом мучиться без Бога. Понимаете? Потому что мы должны на самом деле для себя сделать вывод и понимать, что реальность вечной жизни – это неотъемлемая часть понимания, осознания, что если мы живые, движемся, дышим, мыслим, и есть этот мир иной, то мы должны для себя определить, что нет у меня благословения, если у меня нет уверенности и, может, не просто даже уверенности секюр, как по-русски даже это слово секюр. Безопасность. Да, уверенности в безопасности в вечной жизни. Потому что все это временное, это временное. И наша временная жизнь по сравнению с вечности – это буквально мгновение. Как написано, что пар, появляющийся на малое время, а потом исчезающий. Вот вы пьете чай или кофе, и пар поднялся, то моментально исчез. Вот это наша жизнь по сравнению с вечности. И вот как важно нам осознать, что вот если мы не уверены, что у нас вечность уже обеспеченная с Богом, то вот эта краткая жизнь и благополучие видимое – ничто. Ва! Царское священство или святое священство, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоугодные Богу Иисусом Христом. Вот предназначение царственного, дорогие друзья, священства. Часто в нашем разуме могут проходить различные мысли в силу того восприятия, которое мы где-то слышали о царственном священстве или о царях. Поэтому я не знаю, что в вашем разуме сейчас происходит, когда вы слышите царственное священство. Я знаю, что это слово имеет какое-то или эти предложения, или этот титул имеет особое место. Но, дорогие друзья, после короткой паузы мы сейчас будем об этом говорить. Поэтому напишите и позвоните, что вы желаете исполнить волю Божию и быть царственным священством, чтобы возвещать Его чудные дела, которые Бог явил в вашей жизни и хочет явить еще для многих людей великое свое спасение. Мы возвратимся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы продолжаем эту замечательную тему, которая благословит вас, дорогие друзья. Мы должны понимать, что так как мы цари и священники, мы должны осознавать, что это ответственность, которая возложена на нас Богом. Не просто, знаете, наслаждаться и радоваться, что вот я спасен, а понимать, что я продолжитель, я должен продолжить ту миссию благословения, миссию спасения других людей. И я вам скажу, от того, что мы часто не сознаем этой ответственности, мы остаемся пассивными. И все-таки все равно в нашем разуме кажется, ну это для каких-то особенных людей, это какое-то исключение. Не может быть, чтобы для всех Бог имел такой удел. Дорогие друзья, для вас Бог имеет такой удел. Для каждого человека, который уверовал в Иисуса Христа. Некогда мы его не народ, но ныне народ. Некогда не помилованы, но ныне помилованы. И для чего Господь это сделал? Но вы, род, избранные священство святое. Царство, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Дорогие друзья, Бог сегодня дал великое нам задание и поручение, и повеление, чтобы мы шли по этому миру и проповедовали Евангелие. Проповедовать Евангелие – это не значит, нужно оставить все, взять Евангелие и идти проповедовать. Проповедовать Евангелие мы можем каждый на своем месте, дорогие друзья, неся жизнь Иисуса Христа. Люди сегодня хотят видеть жизнь Его в нас и Его свет. Поэтому для нас это великая честь и привилегия быть носителями действительно этих священных одеяний. Не просто одеяний, действительно мы облекаемся в эти священные царские одежды. Он дает нам одежду радости. Это Его Царство, Царское Священство. Это, дорогие друзья, мы представители Его Царства. И Господь проповедовал, и представители предтечи, которые были, когда Иисус пришел, они проповедовали о том, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Вот о чем мы говорим, о каком мы говорим в Царском Священстве. Это не для того, как может быть в мире, чтобы увеличаться, чтобы, может быть, сидеть как будто выше над кем-то и как-то указывать какие-то... Нет, дорогие друзья, мы те, которые сегодня, просто говорим слова Господни. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, дабы мы в нем сделались праведными пред Богом. Когда мы приходим к Богу, Господь дает нам свою праведность, Он дает нам свои одежды, Он дает нам свой титул и свое призвание Царственного Священства, чтобы мы несли Его Царство. А Его Царство – это Царство мира, Его радости, жизни вечной и, действительно, Его праведности. Поэтому, дорогие друзья, так замечательно быть в Его уделе, быть Его народом, сознавать, что ты помилованный, что Он извлек нас из тьмы и вел чудный свой свет. Он из синистого болота нас вытащил и поставил наши ноги на камни. И, действительно, этим камнем является Иисус Христос. И Петр говорит, что как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Приносите эти жертвы, потому что вы – царственное священство. Дорогие друзья, Бог хочет, чтобы мы миссию благословения Его Царства представляли на этой земле и могли указать еще многим людям, что есть тот выход, есть то спасение, которому Господь призывает каждого человека. Будьте исполнителем Его миссии, Его великого поручения, и вас Господь будет обильно благословлять и здесь, и в вечности. И, действительно, мы хотим благословить вас, чтобы вы, осознавши, вот, слыша это слово, когда вы осознаете, что вы, так и продолжение той миссии, той миссии благословения, которую Бог дал Аврааму, начиная, потом он сказал, в твоем наследии, это Иисус Христос, это, действительно, обетование, которое было явлено. И мы уже продолжаем, продолжаем это благословение. Дорогие друзья, обратитесь к Богу, чтобы Бог дал вам проникнуться этим осознанием, чтобы вы не пропустили того благословения, быть благословением. Понимите, что иногда мы думаем, благословение то, что мы имеем, нет, благословение то, что ты можешь дать, то, что ты можешь, Бог через тебя может благословить других людей. И представьте себе, какое счастье, какое блаженство, когда вы придете на небеса и будете видеть людей, которые будут там благодаря тому, что вы не пропустили, что вы откликнулись, что вы не остались равнодушными к их жизни, и что вы обратили внимание на тот призыв, то, можно сказать, тот удел, в который Бог действительно призывает. Он разделил с нами. Вы понимаете, что Он не только один это сделал за нас, а Он разделил с нами эту миссию. Он даже позволил нам поучаствовать в той радости, понимаете, в той любви, которую Он испытывал, когда Он давал, когда Он отдал своего сына, когда Он пожертвовал. И Он, знаете, Он радовался, написано, что Он, видя вот эти мучения, но Он радовался в том, что Он видел нас всех спасенными. Он видел вот это воздаяние, которое мы уже имеем в том, что Он совершил, и мы познали спасение. И мы познали этот путь примирения, дорогие друзья. Поэтому мы благословляем вас сейчас. Благословляем на послушание, на покорность этой миссии, на покорность этого призыва и этого удела, который Бог вводит каждого из вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы были в программе «Твой лучший день». И мы посылаем вам шалом! Субтитры подогнал «Симон»!